Хорошо, что слышите. Рад приветствовать вас на нашем вебинаре, посвященном эффективному управлению работой вместе с Асаном. Меня зовут Виталий Сафанюк. Я отвечаю за продукты и проекты в компании CloudFresh. Также рад представить моего коллегу-спикера Юсуфа Жусубекова, начальника отдела по контролю за бизнес-процессами в консорциуме Iscare. Наш вебинар будет разбит на несколько блоков. Приветствую, Юсуф. Всех приветствую. Рады видеть на нашем вебинаре. Добро пожаловать. Все отлично. Сейчас как раз анонсирую нашу адженду, наш план вебинара. Он будет разбит на несколько блоков. В первом блоке мы поговорим об Асана, о ценностях и предназначении данного продукта, а также о болях и вызовах, с которыми сталкиваются компании в организации, координации процессов и работы в целом. Понимаю, возможно, для многих из вас эти вещи очевидны, но этот блок даст нашему вебинару базу и добавит комплексности. В следующем блоке я проведу короткое обзорное демо Асана. Покажу, как всего один инструмент может стать единым источником правды для организации и обеспечить максимальную прозрачность в работе. И дальше я передам слово Юсуфу. Для, наверное, самой интересной части Юсуф расскажет о реальном опыте использования Асана в консорциуме Iscare и даже покажет, как команды координируют процессы в Асана. Также, чтобы наш вебинар в результате соответствовал вашим ожиданиям и информация, которую мы расскажем, была вам реально полезной, призываю вас задавать вопросы в чате. Мы обязательно на них ответим. Давайте проведем это время интересно и с пользой. Итак, предлагаю начать, и я начну демонстрировать вам мои заготовленные слайды. Буквально несколько слов о нашей команде, о компании CloudFresh. Мы продаем, имплементируем, интегрируем и поддерживаем облачные решения, которые помогают бизнесу повысить эффективность. Речь идет как о внутренних процессах, о разработке внутренних продуктов или продуктов для ваших клиентов, о коммуникации с клиентами, партнерами, подрядчиками, большой спектр, экосистема продуктов и вендоров, которые у нас есть. В нашем портфеле есть четыре ключевых вендора. Это Google Cloud, Zendesk, Asana и GitLab. Все они глобальные поставщики решений для цифровой трансформации бизнеса, но у каждой имеет свое направление. Мы работаем по всему миру, и на данный момент нашими услугами пользуются более тысячи компаний абсолютно разных размеров и из разных отраслей. Подчеркиваю этим, что наш сервис подойдет любому бизнесу. Ну, хватит о нас. Давайте теперь немного поговорим об Asana, о ее истории. Идея создать Asana возникла у ее основателей, когда они работали в Facebook. Дастин Московиц был сооснователем Facebook, Джастин Розенштейн инженером с опытом работы в Google. И они часто были шокированы где-то, где-то разочарованы тем, насколько сложно было координировать работу. И были удивлены количеству времени, которое команды тратят на встречи и переписку по электронной почте. Поэтому они создали внутренний инструмент, чтобы помочь каждому отслеживать свою работу. И почти сразу после его внедрения вся эта рутинная работа сошла на нет, и эффективность команд выросла в разы. И в 2008 году они покинули Facebook, чтобы развивать свой собственный продукт, который в результате назвали Asana. И чтобы предложить масштабировать, так сказать, то решение, которое они внедрили в Facebook, и предложить его другим командам по всему миру. И в 2012 году Asana вышла на рынок со своим продуктом. А в сентябре 2020 года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу и стала публичной. И недавно была названа одной из самых инновационных компаний в мире и номер один в категории рабочее место. Эта номинация отмечает организации, предлагающие новаторские инициативы и продукты, которые ведущие компании используют для улучшения своих рабочих мест, цифровых рабочих мест, соответственно. И все это означает, что Asana на рынке всерьез и надолго, и стремится дать возможность команда во всем мире, таким, возможно, как ваша, работать вместе без особых усилий. Ну и, конечно же, как я упомянул раньше, более 100 тысяч бизнесов используют Asana для координации своих процессов и проектов, в том числе такие крупные технологичные гиганты, как Amazon, Google, Danone, PricewaterhouseCoopers и другие. Теперь давайте немного поговорим, а для чего вообще нужны инструменты для управления проектами и процессами, какую боль они решают. И давайте рассмотрим буквально несколько болей. Их, конечно, можно найти намного больше, но давайте посмотрим на те, которые я вам приготовил. Возможно, что-то откликнется и у вас. Часто бывает, что команды, подразделения в компании работают разрозненно и часто не знают и не понимают, а зачем же, чем же занимаются другие отделы, другие сотрудники. И, соответственно, каждый считает, что он работает за всех, остальные бездельничают. Мы звоним, пишем чат, шлем письма юристам, финансистам, бизнес-аналитикам, маркетологам с требованием дать статус по задаче, с претензией, почему так долго, либо еще с какой-нибудь срочной задачей. Из-за этого происходит определенное напряжение в коллективе между командами, и это явно не способствует эффективному взаимодействию. Еще один пример. Когда пытаешься найти какую-то актуальную информацию о проекте или какой-то задачи, какую-то срочную информацию, которую нужно кому-то передать или проанализировать самому, вспомнить, что было, или какой-то там документ, когда помнишь, что где-то было, с кем-то обсуждал, куда-то писал, но не помнишь конкретно, где этот документ может быть, потому что различные хранилища данных, файлов, вернее, имейлы, чаты, мессенджеры, звонки, как-то эта информация передавалась, где-то она сохранялась, но из-за разрозненности этих каналов вы не можете быстро сориентироваться и найти ее. Ну и, конечно же, не забываем о руководителях, что они испытывают, когда необходимо управлять целым портфелем проектов или процессов, где много подчиненных, много задач, которые должны выполняться вовремя. И когда им нужно получать исчерпывающий, последовательный статус по проектам, по процессам, какую-то аналитику, то это не так легко сделать. Каждый project manager, возможно, шлет какой-то слайд без истории, пишет имейл, и собрать это все воедино стоит больших усилий. А, соответственно, если ты не можешь качественно управлять портфелем, ты не можешь правильно расставлять приоритеты, оперативно устранять проблемные места и так далее. Между тем, как много мы работаем и тем, чего мы достигаем, большой разрыв. В ходе опроса 11 тысяч работников умственного труда по всему миру, проведенного Асана в их ежегодном исследовании «Анатомия работы», обнаружили, что команды сейчас работают усерднее, чем когда-либо. С каждым годом эта усердность повышается. Но отдача отстает. Всегда существовал разрыв между усилиями, которые команды прилагали в работе, и отдачей, которую они получают. Но распределенная работа, когда люди работают удаленно или в разных офисах, обострила эту проблему. И команды расплачиваются за нее. Сегодня, опять же, согласно этой аналитике, согласно этому опросу, команды пропускают 15% своих дедлайнов. Но это серьезный процент, я вам скажу на практике. И это несмотря на то, что интеллектуальные работники, они добавляют постоянно, добавляют время к своему рабочему дню. То есть они перерабатывают, работают больше с каждым годом, все больше и больше. Но каждый день, сейчас переформулирую, извините. Но 42% из них испытывают выгорание. Потому что, и это является основной причиной текучести кадров. Потому что они прилагают больше усилий, но эти усилия не переходят в увеличение эффективности. И почему команды не получают больших результатов от всех этих усилий? Всему виной рутинная работа. Asana называет это workaround work, работа о работе. Такие вещи, как ручные процессы или все те движения, которые нужно проделать, чтобы получить информацию, необходимую для работы. Вот вся вот такая работа, которая, по сути, не приносит ценность, которой вы просто пытаетесь сформировать те необходимые знания и данные, чтобы делать ту работу, ту квалифицированность, на которую вас, в принципе, наняли. Сегодня работники умственного труда тратят только 42% своего времени на работу, для которой они были наняты. Остальное время фактически тратится на работу о работе, как Asana ее называет. Опять же, это исследование свежее, 22-го года. И эти данные оттуда по результатам опросов 11 тысяч сотрудников умственного труда по всему миру. Минутку. Так что же происходит, когда команды увязли в рутинной работе в неэффективном общении и процессах? Пропущенные сроки приводят к невыполненным финансовым целям и сокращению доходов, соответственно. Согласно исследованию IDC, неэффективные процессы обходятся организациям до 20-30% их годового дохода. На этом слайде у меня есть несколько примеров рутинной работы, но уверен, что у каждого из вас есть различные раздражающие вещи, которые вам приходится делать каждый день и от которых вы хотите избавиться. Кстати, буду благодарен, если вы напишите в чате те вещи, ту работу, которые вы считаете неэффективной в вашей ежедневной деятельности. Сделаем свое исследование, уверен, будет интересно. Хорошая новость в том, что есть решение, как избавиться от рутинной работы. И это качественная координация. У большинства команд есть инструмент для создания контента и управления им, а также инструмент для обмена сообщениями и общения с участниками команд. Asana же служит связующим звеном между контентом и коммуникацией, координирует работу по выяснению и отслеживанию того, кто, что и когда делает. Это действительно помогает понять вашей команде, какая информация куда идет и как Asana вписывается в технологический стэк вашей организации. Например, в CloudFresh мы не отправляем внутреннюю электронную почту, и не переписываемся по e-mail. Все находится в Asana. Вся координация работы, все задачи, все процессы, проекты мы координируем в Asana. И файлы также хранятся либо в Asana, либо централизованно на Google диске. А уже из Google диска мы подтягиваем нужные файлы в задачи в Asana, соответственно, просто линкуя их. У Asana есть хорошая интеграция с Google диском. На самом деле мы очень избирательно подходим к выбору партнеров, поставщиков цифровых решений, и Asana как раз мы начали использовать сначала для улучшения координации собственных процессов и проектов, а уже после заключили партнерство, чтобы развивать Asana в нашем регионе и помогать бизнесам осваивать этот, по-моему, очень эффективный и крутой инструмент. Я уже упомянул об интеграции с Google диском. Так как Asana – это про координацию работы из единого интерфейса, она интегрирована с более чем 200 программными решениями, что помогает предприятиям устранять разрозненные информационные потоки, автоматизировать какие-то рабочие процессы и беспрепятственно обмениваться данными между командами и инструментами. Такая централизация экономит время вашей команды и обеспечивает видимость, большую видимость. Больше не нужно переключаться между инструментами, между большим количеством вкладок. Команды остаются на одной странице. Также Asana имеет свой API открытый, с помощью которого можно интегрироваться с любой вашей внутренней системой. Ну, опять же, по API. Приведу пример готовой интеграции. Это интеграция Zendesk, решение для поддержки клиентов, и Asana. Команды поддержки клиентов, использующие Zendesk, часто нуждаются в передаче сообщений о каких-то ошибках продукта или о каких-то других проблемах, каких-то сложных, непосредственно в группу разработки, либо в маркетинг, либо в отдел, который работает с какими-то жалобами. И они, в свою очередь, работают в Asana. Агент контакт-центра может создать задачу в Asana для менеджера продукта, например, прямо из Zendesk, из своего рабочего пространства, не переходя в какой-то другой инструмент, в нашем случае, в Asana. А правило автоматизации Asana уведомит агента в Zendesk, что там данная задача выполнена, и он уже сможет дальше коммуницировать с пользователем, который эту жалобу подал, и уже решать вопрос. То есть каждый работает в своем инструменте, но, тем не менее, настроена взаимосвязь и четкое взаимодействие, общение между сотрудниками, которые, по сути, работают в разных инструментах. Вот такой пример. Хочу вам показать еще интересный слайд. На нем вы видите пирамиду ясности, которую разработала Asana на основании своего опыта и многолетних исследований. Благодаря этой пирамиде мы понимаем, насколько важно обеспечить прозрачность процессов на всех организационных уровнях компании. Вот самой маленькой задачи, которую вы видите внизу, до глобальной миссии, где каждый сотрудник понимает и видит, что, выполняя конкретную задачу, он помогает компании достичь большой цели. И, наоборот, имея большую цель, мы понимаем, за счет чего мы будем ее достигать, как мы раскладываем это все по иерархии. От цели через более крупные вещи, как портфели проектов, процессов, потом через сами процессы проекта и до задачи, до обсуждения, как мы работаем на этой задаче. Дальше мы посмотрим на демо, как это выглядит вживую, как это выглядит в Asana. Но вот принцип этой пирамиды вот такой. Прошу обратить внимание. Asana активно инвестирует в исследования улучшения текущего функционала и разработку нового. И как итог постоянных улучшений и огромных инвестиций в развитие продукта, Asana уже не один год признается лидером на рынке решений по управлению работой. Многие аналитики выделяют ее интуитивно понятный интерфейс и широкий функционал. И с каждым месяцем этот функционал улучшается и добавляется новый. Продукт все время развивается. Каждый месяц продуктовая команда Asana релизит новые улучшения, новый функционал. Поэтому вы всегда постоянно получаете все новые и новые возможности. И, конечно же, Asana не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди нас ждет огромное количество улучшений, которыми мы с удовольствием воспользуемся. И на этом наш первый блок закончен. Дайте мне, пожалуйста, минутку. Я переключусь на демонстрационный стенд. И еще раз хочу отметить, что демо будет обзорным на небольших примерах, потому что мы достаточно ограничены во времени, чтобы дать вам максимум интересной и полезной информации. Но для получения более подробного демо с учетом вашей специфики, проектов процесса, вашей специфики деятельности, пишите нам. Мы с удовольствием проведем с вами отдельную встречу. Спасибо. Дайте мне минутку, я переключусь на демо. Спасибо. Итак, я переключился на демо. Надеюсь, вам видно. У меня тут много экранов, поэтому теперь я смотрю на Асану и, к сожалению, не вижу вашей реакции во встрече. Но, надеюсь, меня видно. Если не видно, там как-то дернете меня. Перед вами Асана. Ее интерфейс в данном случае на русском языке. В Асане есть достаточно большой выбор языков, которые вы можете менять в ваших личных настройках. И буквально пройдемся овервью то, как выглядит Асана, какие ключевые функции она имеет и, в принципе, какая идеология, как задумано архитектурно и структурно этот продукт. И для начала, так как мы говорим об управлении работой, о процессах, о проектах всей компании, но в то же время все начинается с каких-то ваших конкретных задач, которые вы должны выполнить на проекте, просто задача от руководителя, просто задача, которую вы сами знаете, что вам нужно сделать, потому что вы самоорганизованный сотрудник. И вы все знаете, как должно быть и что вы должны делать. Для этого у Асана есть несколько разделов для вашего собственного рабочего пространства. Первая – это главная страница, где вы управляете какими-то ключевыми виджетами, ключевыми блоками, которые вы хотите всегда видеть утром, когда включаетесь в работу. Здесь у вас есть настройки, и вы добавляете нужные виджеты. Хотите блокнот, вы всегда можете вставить какие-то заметки. Хотите виджет с задачами, которые вы приоритизировали для себя, и вам их предстоит сделать, или задачи, которые вы просрочили. Либо проекты, на которых вы чаще всего работаете. Здесь вы управляете своим рабочим пространством таким образом, чтобы вам Асана показывала ту самую необходимую информацию для, например, начала рабочего дня. Дальше у вас есть очень важный раздел «Мои задачи». Несмотря на все процессы и проекты, в которых вы задействованы, где у вас есть задачи, они также отображаются в вашем разделе «Мои задачи». Здесь вы можете ставить себе задачи, которые не живут ни в каких проектах, и они будут у вас здесь. Но и также, если кто-то вам поставил задачу на каком-то другом проекте или процессе в Асана, эти задачи также будут отображаться в разделе «Ваши задачи». И здесь вы уже, независимо от того, где они находятся изначально, в этом разделе вы можете сами себе их структурировать и переносить эти задачи по тем блокам, которые вы себе создали, чтобы лучше координировать вашу собственную работу. Вот, например, у меня есть секция «Недавно добавленные задачи», «Срочные задачи», «Просроченные стратегические задачи». И я уже формирую себе эти задачи согласно вот этой приоритет, приоритизации, которую я себе установил. Я могу также настроить правила автоматизации, и задачи будут, если выполнение задачи предстоит, например, завтра или сегодня, задача автоматически переедет в секцию «Срочные». Итак, если я, не дай бог, просрочил задачу, выполнение задачи, она будет автоматически перенесена в «Просроченные». Ну, дальше мы поговорим еще про сущность задачи. Давайте я вам покажу еще один важный раздел личного рабочего пространства. Это раздел «Входящие». Сюда поступает информация и нотификация, уведомление вас, когда вы каким-то образом касаетесь выполнения данной задачи. Если задача назначена на вас как на ответственного, если кто-то в комментарии по ходу выполнения задачи обратился к вам за помощью или за консультацию, если кто-то вас добавил в наблюдателем задачи, все изменения, все обращения вы сразу видите во входящих, и также вам приходят уведомления на вашу электронную почту, чтобы точно не пропустить этот момент. Хочу обратить ваше внимание на то, как устроена модель данных Асана на данном рисунке. Хочу вам это продемонстрировать. Что верхний уровень у нас – это всегда организация, ваша организация, в которой работают сотрудники. Вот, например, мы сейчас говорим на примере Асаны. Есть организация Асана с доменным именем asana.com. В ней работают сотрудники, у которых есть почтовые адреса в этом домене. Виталий Сафанюк, собачка, asana.com. Это организация в Асане. В этой организации мы создаем сущности уровня ниже – это команды. Команды, подразделения, группы людей, которые объединены каким-то одним функционалом, возможно, общей функцией. В данном примере у нас есть команда маркетинга, команда дизайна. Это может быть команда финансового департамента, команда продаж, команда юристов и так далее. То есть согласно вашей структуре вы выстраиваете команды. Команда равно подразделение, команда равно департамент, все что угодно. И уже под каждой командой вы создаете и строите ваши проекты, либо процессы. Ну и, соответственно, координируете их. Если руководителю важно быстро охватывать и понимать ситуацию на каждом из проектов, если у них их много, например, он может объединить эти проекты в портфель, где будут отображены ключевые статусы по данным проектам. Мы посмотрим, как это работает. И, конечно же, каждый проект и процесс, он наполняется какими-то задачами, релевантными, нужными для координации и, в принципе, выполнения данного процесса или выполнения данного проекта. А уже в каждой задачи, конкретной задачи, что нужно сделать, где описано, как нужно это сделать, с помощью комментариев под задач, списка работ, которые нужно выполнить, мы и координируемся и обсуждаем то выполнение задачи с помощью таких вспомогательных инструментов. И сейчас мы посмотрим с вами, как вот эта визуализация выглядит уже в Асане. Мы поговорили про задачи, про какое-то собственное рабочее пространство. Давайте перейдем уже на уровень подорганизации, на уровень команд. Вот в данном случае у меня организация Phoenix Corporation, и в ней я и работаю как участник данной организации. Если мы посмотрим на левую панель, то у нас есть здесь группы. Это вот те команды, которые я говорил на русском языке, почему-то перевели как группы. И когда мы создаем группу, какое-то подразделение, оно выглядит вот таким образом. Мы добавляем группу, добавляем туда людей, и непосредственно уже в этой команде мы создаем проект. Проект можно создать с нуля, проект можно создать, импортировав таблицу с данными, проект можно создать, используя шаблон. Шаблон, например, если у вас какой-то повторяющийся проект, чтобы не создавать по новому структуру каждый раз, вы создаете шаблон, указываете автоматизацию, дизайн этого процесса, указываете задачи, описание этих задач, и уже создаете проект из готового шаблона. Но если мы говорим про пустой проект, то он создается просто, название, уровни доступа даем этому проекту, какой стиль отображения данного проекта будет по умолчанию, но всегда на проекте доступно 4, и мы создаем наш проект. Изначально это создается пустой проект, потому что нужно понимать, что Asana – это конструктор, и то, какой проект или процесс вы хотите задизайнить и координировать в дальнейшем, зависит только от вашего видения и вашего желания. Asana позволит вам это сделать, позволит из этого конструктора сделать тот полноценный проект, процесс, который вам нужен. И, как видим, изначально это пустое пространство для творчества. Но есть какие-то базовые вещи, ключевые, которые вам помогают сделать этот проект или процесс. Функция «Обзор» предназначена для того, чтобы вы четко описали суть данного процесса или проекта, то, для чего он нужен, как по нему двигаться, как по нему работать, кто ответственный и так далее. Вы можете сюда подвязать какую-то предпроектную документацию, какие-то брифы, в зависимости от того, что это. И очень важный момент. Вы на вашем проекте всегда можете, и я считаю это нужно, всегда на регулярной основе сотрудник, который отвечает за процесс или за проект, пишет, отчитывается, пишет статусы. Вот Асана предлагает свою структуру, но вы можете ее менять. Отправляет эти статусы на всех ответственных людей, которым это нужно. И, соответственно, этот статус сохраняется в цепочку статусов. И вся эта история сохраняется, всегда можно посмотреть на предыдущий. Когда мы говорим про уже наш конкретный проект, есть четыре отображения, список, доска, хронология, календарь. Я вам покажу на реальных проектах, как это работает. В каждый проект мы можем выстроить автоматизацию, выстроить таким образом рабочий процесс и автоматизировать его, чтобы сотруднику было легче идти по данному процессу. В зависимости от того, как приходит к нам задача, в зависимости от того, каким образом добавляется задача в проект или какие параметры там меняются, в зависимости от этих триггеров мы можем выстроить цепочку действий, а что должно случиться, если вот это произойдет. Еще один важный момент – это дэшборды, это панель мониторинга. Все, что мы делаем в Асане, все параметры, которые мы там фиксируем, ответственных людей, даты выполнения и так далее, мы можем на основании этих данных строить аналитику, строить аналитику, которая поможет нам быстрее реагировать на какие-то данные, работать с данными и, соответственно, делать определенные выводы и действия. Ну, давайте я вам теперь покажу несколько проектов, которые я хочу подсветить вам сегодня. Например, мы рекламная компания и, соответственно, предоставляем услуги по продвижению продуктов наших клиентов. И у нас есть задача сделать рекламную компанию для клиента CloudFresh. По нашему процессу мы понимаем, что у нас есть четкая этапность, четкая последовательность действий от точки А до точки Я, как мы должны работать над реализацией данной рекламной компании. У нас есть таймлайн, у нас есть сроки, у нас есть этапы, у нас есть конкретные задачи, которые нужно выполнить, и мы идем по этому процессу. Как его лучше координировать? С точки зрения дизайна мы четко понимаем. Вот я сейчас смотрю в отображение список, мне удобнее вам сейчас так рассказать, смотря именно в это отображение. У нас есть четкие этапы. Этап стратегии, этап креатива, этап тендера, этап предпродакшена, продакшена и постпродакшена. Первой задачей на данном проекте является заприфовать клиента. Последней же задачей на проекте является уже готовый видеоролик, который мы запустили в эфир. Но между этими моментами у нас есть большое количество этапов, большое количество задач и большое количество ответственных сотрудников, которые работают на данном проекте. И для того, чтобы выстроить этот дизайн, мы создаем секции, в нашем случае этапы. В каждом этапе мы понимаем, что есть какое-то количество задач, которые должны быть выполнены. И для этого всего есть четкая последовательность. И на каждом этапе у нас есть некий milestone, ключевая веха. Вот оно даже ромбиком выглядит в Асане. Ключевая веха, которая предшествует переходу на следующий этап. То есть, выполнив ключевую веху, мы можем перейти на следующий этап. Не выполнив – не можем. И, как вы видите, в каждой задаче у нас есть ответственный сотрудник, у нас есть конкретная дата выполнения данной задачи, либо период выполнения данной задачи. И у нас есть кастомизированные поля, которые нужны конкретно для этого проекта, как, например, часы, затраченные на выполнение задачи, бюджет, потраченный на выполнение задачи. Так как это рекламная кампания, мы понимаем, что есть определенная затратная часть. И мы также фиксируем, сколько денег, на какую задачу ушло, чтобы потом на аналитике, с помощью аналитики, увидеть затраченный бюджет на сейчас или, в общем, по проекту. Также у нас есть кастомизированные поля с выпадающим списком. Этап согласования выполнения задачи. На нашем проекте это важно, потому что работу всегда принимает руководитель, и он согласовывает, выполнена эта задача или нет. Также нам важно понимать прогресс задачи, потому что эта задача может еще не быть взята в работу, а другая задача может быть в работе. Она еще не выполнена, но над ней уже работают. Нам также важно понимать, где конкретно, на каком этапе сейчас выполнение данной задачи. И этот проект нам еще также покажет, кто конкретно, какие департаменты работают на этой задаче. И чтобы четко понимать всю последовательность действий, я вот уже смотрю на отображение таймлайном. Я вижу даты, вижу этот таймлайн наш, я вижу секции, этапы, где сейчас проект, и я вижу вот ключевые вехи и задачи, которые должны быть выполнены. Чтобы не нарушить последовательность действий, чтобы исполнители четко понимали, когда можно переходить к выполнению данной задачи, я провожу зависимости задач между задач. И, например, пока не будут выполнены эти задачи три, поиск актеров, поиск локации, стиль, мы не сможем выполнять ключевую веху, которая позволит нам перейти на следующий этап. Потому что, когда мы захотим ее выполнить, у нас будут эти блокеры, и нам Асана расскажет, что, не, не, рано, давай подожди. Вот такой пример. Еще один хочу пример вам подсветить, какие процессы можно делать в Асане. Например, сервисная поддержка ваших сотрудников, вашей компании. Если у кого-то там не работает ноутбук, сломался мышка, не работает, либо пропал доступ к какому-то программному обеспечению, вы можете сделать проект для ваших сис-админов в Асане, которые будут принимать заявки от сотрудников. Чтобы не давать доступ всем сотрудникам к этому проекту, у Асаны есть функционал форм, который позволяет создать опросник с теми блоками и с теми сущностями, которые вам необходимы. И вот, например, у меня есть форма, которую я выложил на внутренний ресурс, который доступен всем сотрудникам. И если вдруг у них есть проблема, они обращаются за помощью, с помощью вот такой формы. У нас есть запрос в поддержку, и уже дальше идет структура с описанием проблемы, с типом проблемы и так далее. Я сейчас быстро заполню ее. Вы не увидите, как я это делаю, но я сделаю это быстро. Суть моей проблемы – это проблема с доступом к программному обеспечению. Форма понимает, что я сотрудник компании. Дальше я выбираю департамент, из которого я обращаюсь, в котором я работаю. Дальше я выбираю тип запроса, тип запроса «Программное обеспечение» и указываю, с каким конкретно программным обеспечением у меня проблема. Ну, например, выбираю Slack. И отправляю данный запрос. И вот вы видите мой экран и Асаны, и видите, что сейчас появился в изначальной секции входящий запрос, появился запрос от сотрудника. И, соответственно, он автоматически назначился на системного администратора, который отвечает именно за проблемы с программным обеспечением. И по внутреннему SLA, когда задача должна быть выполнена, на такой тип задачи есть всего один день для решения. И сразу Асана автоматически выставляет, кто отвечает за этот тип проблемы и когда эта задача должна быть выполнена. Всю эту автоматизацию мы настроили с помощью сервиса «Автоматизация рабочих процессов». Если мы посмотрим на конкретно одно правило на этой всей цепочке, то мы увидим, что у нас есть определенное количество триггеров, когда задача добавляется в проект. Одно условие. Второе. Задача перемещена в раздел «Входящий запрос». И третье условие. Тип проблемы – это «Software Problem», проблема с программным обеспечением. То в таком случае, когда все эти триггеры срабатывают, данная задача должна быть назначена на Charlie, потому что он отвечает за этот тип проблем. И срок выполнения – один день. И так мы можем настраивать в зависимости от того, что нам нужно, выстраивать данный процесс. Когда задача перейдет на следующий этап в работе, когда Charlie ее возьмет в работу, у него автоматически добавится чек-лист того, как он должен решить проблему. Связаться с заказчиком, изучить проблему, решить проблему. Когда он все это сделает, он перенесет задачу на следующий этап, на рассмотрение. И тогда Асана ему подскажет, что сконтактируй с запрашивающей стороной и уточни, все ли у него работает. Получи подтверждение. И когда он получит подтверждение, задача перейдет на следующий этап, выполнена. И вот в данном случае у нас проект – это четкая этапность. И еще один небольшой проект для вашего сведения – это воронка продаж. Есть специализированные CRM-системы, где выстраиваются пайплайны, воронки продаж, где продавцы фиксируют какие-то свои действия с клиентом, лид переводят в сделку, выигранная, проигранная и так далее. Это все мы также можем сделать в Асане, сделать дизайн, где наши секции будут отображать этап сделки в воронке. Там квалификация, демонстрация, переговоры, контракт, сделка выиграна или проиграна. Задачи на данном проекте будут равны карточке клиента. И дальше по ходу просеивания сделок в воронке эти карточки будут обогащаться какими-то новыми данными. И в нашем случае важно, что есть карточка клиента, есть ответственный продавец, есть этап, на котором сейчас продавец с этим клиентом, продавец в комментариях пишет какие-то свои дальнейшие действия, есть ожидаемая дата закрытия, есть деньги, которые мы планируем заработать, а в closed one выигрышных сделках мы уже их заработали, так как компания продает лицензии, количество лицензий, тип продукта, с которым мы имеем дело, и откуда вообще пришел этот лид, тоже для аналитики полезно. И когда продавец проводит сделку от начала до сделка выигранной, он уже ее, соответственно, помечает выигранным, и вот эти все данные полностью актуальны. И с этими данными мы можем работать, как и с другими для прогноза, с этими по факту. И для этого нам нужен в том числе панель мониторинга, где мы можем выстраивать различного рода дашборды и показывать, а сколько денег мы в результате заработали, а сколько денег у нас потенциально в воронке, как анализировать, сколько сделок выиграно, сколько проиграно, какие сотрудники самые активные, кто заработал больше денег, у кого больше клиентов в воронке и другие вещи. То есть эта аналитика помогает нам. И вот такая штука, такие составляющие нашей осаны помогают нам эффективно координировать нашу работу и быть эффективными, повышать нашу продуктивность в том числе. Нашу собственную продуктивность команды, продуктивность компании в целом. Вот такой инструмент проектов. Если мы говорим про руководителя и про его большое количество проектов, которыми он должен управлять, он их может управлять на уровне портфелей. Мы подтягиваем все необходимые проекты и видим четкую, актуальную информацию, а где какой проект. Вот последний статус. Здесь, если есть просроченные задачи, тоже подсвечиваются. Ход выполнения прогресс тоже есть, ответственный тоже есть. Вся информация вся фиксируется. Если нам нужно понимать загруженность сотрудников, мы тоже можем это отображать и контролировать на таймлайне. Сотрудники, которые задействованы на всех этих проектах, Asana анализирует их задачи и раскладывает по дням. Если он перезагружен, мы можем уже управлять этими вещами. На этом я завершу свою часть, свое демо. Asana – инструмент очень широкой функциональности, и там есть очень много всего, которое нужно в работе и которое можно использовать в нашей работе. Но я хочу сейчас передать слово Юсуфу. Я немножко затянул. Юсуф, вам слово. Самая интересная часть. Реальный кейс. Как консорциум Iscare работает с Asana. Спасибо. Так, спасибо, Виталий. Коллеги, всем еще раз привет. Добро пожаловать на наш вебинар. Давайте я сейчас включу демонстрацию. Запущу. Ну, давайте немножечко про меня и про нашу компанию. Меня зовут Юсуф. Работаю я в компании «Консорциум Iscare». Это наша компания строительная. Мы сами находимся, и наш главной офис находится в Западном Казахстане, в городе Атрау. И в части строительства мы обслуживаем таких клиентов нефтяных, ну, нефтяных компаний крупных, как Tengish & Royal, North Caspian Operating Company, Karachikinak Petroleum. То есть для данных крупных клиентов мы выполняем различного рода строительные работы на нефтяных престорождениях. И в данной компании я занимаюсь непосредственно управлением и контролем бизнес-процессами внутри всей нашей компании. К слову, «Консорциум Iscare» — это материнская головная компания. Есть еще некоторое количество внутригрупповых компаний, которые занимаются разным родом деятельности, но также расположены здесь в Атрау, и также вспомогательные различные сервисы для данных нефтяных компаний. Внутри компании к нам, в наш отдел по бизнес-процессам обращаются абсолютно все департаменты. У нас это отдел кадров, бухгалтерия, финансисты, склад, закупщики, контрактный отдел. Ну, то есть абсолютно все департаменты, они работают каждый по своим регламентам и процедурам, и где-то для них требуется некая оптимизация процессов, когда нужно оцифровать какие-то процессы. Ну, то есть, например, ведется переписка в Outlook в почте или заполняются какие-то документы вручную, там, на бумаге бывает, там, подписывают какие-то заявки, и чтобы данные, все процессы оптимизировать, сделать их быстрее, чтобы меньше человека часов люди затрачивали на это, ну, собственно говоря, это высвобождает для них дополнительное время для выполнения каких-то своих других задач более приоритетных. То есть вот наш отдел занимается непосредственно оптимизацией всех процессов по всей компании, а также по внутригрупповым компаниям. Так, ну, на этой ноте, наверное, коротко перейду на следующий слайд. Как и почему мы выбрали Asano. На самом деле Asano внедрили в компанию Scare до моего прихода. Это было в начале 2020 года. Тогда он внедрялся нашим IT-департаментом как инструмент для, собственно говоря, кросс-функциональности между различными, то есть между несколькими отделами. И тогда мы пользовались версией Asano Basic. Asano Basic, ну, это, на самом деле, бесплатный тарифный план, и он имеет очень достаточно широкий функционал. И, собственно говоря, в нашей компании он внедрялся в тот момент. В том числе, когда я пришел в компанию, требовалось именно взаимодействие нашего отдела бизнес-процесс и отдела разработчиков. То есть у нас есть своя команда разработчиков, которая занимается доработкой нашей же ERP-системы. Вот, собственно говоря, для взаимодействия департаментов бизнес-процесс и девелопмент в том числе, да, наряду со всем, что я сказал ранее, требовалась некая коллаборация, то есть между отделами. И вот с сентября 2020 года мы активно начали познавать Asano, активно развивать ее, ну, пытаться разобраться в функционале, использовали ее и использовали именно в нашей работе, в повседневных задачах. И со временем, спустя полтора года работы именно в Asano Basic, уровень задач, он достаточно стал другим, другого уровня, выше, сложнее. И мы понимали, что нам не хватает уже функционала базового, и нам нужно уже какие-то более улучшенные фишки, которые есть в Asano. И мы обратили внимание именно на тариф, который называет Asano Premium. К нему мы подключились уже вот с начала этого года, 2020 года, и сейчас пользуемся этим функционалом. Ну, в первую очередь, наверное, скажу, что для примера нам было важно видеть на тот момент, какой срок, ну, или длительность выполнения задачи. То есть не только дата, когда она, какой у нее конечный титлайн, а также нам важно было увидеть, когда дата начала, дата окончания задачи, чтобы замерить длительность и различные показатели. Ну, то есть это один из примеров, почему нам именно важно было расширить функционал, почему мы перешли к Asano Premium. И сейчас, на сегодняшний день, мы максимально пользуемся всеми фишками, которые предоставляет нам Premium. Это достаточно удобно, очень понятно, интуитивно, но об этом сейчас я чуть попозже расскажу. Ну, на сегодняшний день мы в Asano ведем непосредственно контроль, как я вот ранее говорил, всех задач по development, по отработкам по всей нашей компании, дорабатываем нашу внутреннюю ERP, ну, то есть это связано, да, отработки, они напрямую связаны с доработкой нашей ERP-системы. Улучшаем, оптимизируем вообще в целом все внутренние процессы компании, вот как я в самом начале говорил, всех наших департаментов. Помимо всего прочего, контролируем работу внутри своего отдела бизнес-процесса, то есть в отделе у нас там несколько сотрудников в команде и взаимодействия между друг другом, выполнение задачей и поставленных целей, они также все производятся непосредственно в Asano. Также там руководство финансового дела, наш отдел бизнес-процесс, кстати, относится к финансовому делу, наше руководство, оно тоже очень активно использует Asano для трекинга задач именно финансовых показателей нашей компании. Ну, если уже непосредственно перейти к цифрам, то за весь этот срок, два года использования Asano, у нас по development зарегистрировано более 1300 задач. Внутри задачи есть еще такое понятие, под task мы это называем под задачи, то есть внутри каждого task существуют свои под задачи, вот таких у нас более 5000 набралось. То есть, по сути, task в Asano мы для себя расцениваем и принимаем как техническое задание. То есть, по сути, это каждый task, это отдельное техническое задание на доработку ERP-системы, на разработку какого-то нового функционала, ну, или что-либо, если нам нужно поменять систему. Если говорить про работу непосредственно нашего отдела бизнес-процесса, то у нас есть свои задачи, то есть, которые не связаны с разработкой, а именно связаны с работой бизнес-процесса. Они, конечно, перекликаются с разработками, в том числе, как бы, и наша часть. Таких у нас на сегодня зарегистрировано более 500 задач и по такой же логике более полутора тысяч задач. Если перейти к результатам работы, которые мы делаем в нашей компании, я здесь осветил небольшой, буквально маленький кусочек нашей работы, результатов, если бы точнее, что именно мы сделали внутри нашей компании. Все эти задачи, которые мы выполняем, мы делаем, фиксируем, регистрируем, контролируем, координируем все в Asano. Поэтому я считаю, что он такой незаменимый инструмент, который, по моему мнению, на сегодня должен быть в любой компании. Это must-have. Просто как у task-менеджеров их большое количество, большое множество. Но вот за время использования... Ну, то есть ранее я пользовался другими task-менеджерами, но вот именно Asano мне показался наиболее удобным и понятным. И таким более, как сказать, гибким, флексибл. И давайте коротко, наверное, пробегусь, расскажу, что мы сделали. Там первым номером у нас тут написана автоматизация процесса создания карточек основных средств в нашей системе ERP. То есть ранее в компании карточки основных средств создавались отдельным специалистом. То есть это человеческий фактор, когда сотрудник может допустить какую-то ошибку или, может быть, где-то забудет, пропустит какой-то момент. Может быть, там ему отправляют допрос по e-mail и говорят, нужно создать там X количество карточек основных средств вот какой-то такой-то информации. Данные... ну, то есть уже зависит от человека, насколько он обработает этот запрос, не забудет ли он, не забудет ли он какую-то информацию завести. То есть в целом вот весь, всю эту цепочку процесса мы уже непосредственно, как с нашей стороны бизнес-процесс продумали, значит, механизм, техническое задание, алгоритм и логику, как это должно работать, а команда разработчиков, они уже непосредственно внедряли это в нашу систему, непосредственно реализовали этот функционал, далее мы бизнес-процесс проверяем, насколько это все работает, и, ну, результатом получилось так, что вот эти карточки основных средств компании, они на сегодняшний день создаются автоматически в системе, есть только небольшой эффект, когда сотрудник должен вложить фотографию основного средства и какую-то информацию, такой как серийный номер оборудования внести. Ну, то есть большая часть, ну, там, можно сказать, что на 80% весь этот процесс автоматизирован. Если пойти дальше по автоматизации процесса бухгалтерской приемки основных средств, это первый и второй пункт, они связаны, здесь, ну, коротко озвучу, что ранее также для того, чтобы осуществить прием данных основных средств в компанию, нужно было заходить в систему, нужно было, чтобы тот же материальный бухгалтер создавал эти документы в системе, фиксировал, и как бы мы встречаем те же самые проблемы, потому что где-то он забудет, где-то что-то пропустит, где-то там на больничный уйдет, и весь процесс застрянет, вот чтобы такого не было. То есть это цепочка, как бы автоматическое создание карточек, автоматическое принятие к учету. Автоматическое принятие к учету, кстати говоря, это полностью цифровой процесс, он полностью автоматически, там уже не задействуется сотрудник человек. Что касается третьего пункта, у нас автоматизация процесса бухгалтерской приемки товаров, здесь уже не основные средства, а именно товары, ТМЦ, которые ранее, так сказать, принимаются сначала на складе, на складе создают отдельный документ, где фиксируют фактически, что поступило, и далее нужно осуществить уже бухгалтерскую приемку, то есть по бухгалтерскому учету РК, соответственно, этот процесс также раньше выполнялся вручную, это то же самое, та же переписка по e-mail, переписка там, иногда даже по WhatsApp или даже по звонку, там, алло, здравствуйте, вот у нас товар поступил, вы, пожалуйста, осуществите приемку. Ну, это точно неправильно, то есть должен быть трекинг, должен быть контроль, и это вот мы автоматизировали точно так же, то есть приемка создается так же полностью автоматически, единственное, только требует проверки уже бухгалтерии, специалистов бухгалтерии. Далее автоматизация процесса списания товаров с балансом компании, это когда? Это тоже связаны, наверное, с первым, вторым пунктом. Документ создается автоматически, здесь также уже абсолютно нет присутствия никакого специалиста, то есть бухгалтерия уже не участвует, единственное, только приходит уведомление, если по какой-то причине документ не смог создаться и появилась какая-то ошибка в системе, система автоматически уведомляет ответственных специалистов и руководства, делает рассылку письма и сообщает, что вот в таком-то документе есть такая-то проблема, пожалуйста, решите. И бухгалтер уже заходит, ну, это такой редкий кейс, там, из 500 документов, в которых себе задержат более, там, 2000 позиций, там, буквально 4 документа с такими ошибками, и возникали, ну, это были по большей степени человеческие факторы, и это, ну, как бы легко и быстро исправляется уже вовлечением в процесс ответственного бухгалтера. Дальше мы отладили процесс перемещения основных средств между материально ответственными лицами, то есть ранее этот процесс также был вообще абсолютно никак не регламентирован, проводился на бумаге эти, ну, то есть, как вы, наверное, знаете, да, что, когда основное средство передается, должен подписать некий документ, акт приема-передачи, сдатчик и получатель. Ну, то есть, до момента внедрения данного цифрового процесса мы, по сути, не могли отслеживать, где и какое основное средство, на ком зарегистрировано, точнее, мы можем видеть в системе, но фактическая картина будет отличаться, потому что не зарегистрировали документ. Даже если документ зарегистрировали, человек может сказать, я не знаю, как бы мне ничего не передавали, и невозможно найти документ в этот акт приема-передачи, и вот подобного рода проблемы были, и вот на сегодня они решены тем, что процесс частично автоматизирован, отлажен, в плане, что документ к созданию подлежит обязательному, и контроль ведется уже путем проверки его при согласовании участников с датчика-получателя и контроль со стороны руководства, а также со стороны складского отдела. Запустили мы внутренний веб-портал нашей компании в прошлом году, он так и называется, Interest RKZ, это уже связь веб-приложения с нашей ERP-системой, и внутри веб-портала внутреннего мы ведем также дополнительный свой внутренний процесс, такие как автоматическое списание товаров производим, можем создавать нам заявку на отпуск, и вот сейчас этот функционал дорабатывается все еще, но портал уже работает. Если пойти дальше, мы запустили вот в этом году наш тендерный веб-портал, это второй веб-портал, тоже, по сути, веб-приложение, и также общается напрямую с нашей ERP-системой. Настроили ежеквартальную отчетность руководству, ну, то есть как настроили? Начиная с этого года у нас регулярно каждый квартал проходит отчетность, мы руководству отчитываемся по результатам нашей выполненной работы, как разработчиков, так и бизнес-процессов, и как раз-таки здесь нам помогает Асана в том плане, что вся наша работа, вы, наверное, там видите, да, что предыдущие семь пунктов, все, что я рассказываю, это все связано с тем, что оно все координируется в Асане, оно все создается в Асане и, как сказать, контролируется, фиксируется тоже там. Соответственно, наша отчетность, которую мы предоставляем руководству, она точно так же выгружается из Асаны, то есть именно список задач по ответственным исполнителям, по срокам выполнения, по типу задач, по всем вот этим хастомным полям, который мы добавляем, и это позволяет нам показывать результативность сотрудников на наших дэшбордах, графиках, видим рейтинг, там, исполнители, кто в топе, кто отстает, почему отстает, и вот эти все вещи, они берутся из Асаны. Отладили, запустили работу нашей ERP-саппорт-команды, то есть ранее в компании это все происходило по звонку, там, по WhatsApp, кто-то по e-mail пишет, и не было какого-то единого пространства, где могли бы сотрудники компаний разных отделов обратиться к какому-то одному человеку, могли обращаться к абсолютно разным разработчикам рандомно, и вот мы здесь отладили частично процесс так, что создали единую почту, которая одноименно так и называется ERP-саппорт, и все запросы со всей компании сыпятся, направляются туда, в этой группе, в Outlook, участвует большая команда разработчиков именно, те, которые ответственны за саппорт, и также руководство, в том числе и мы, и мы видим ежедневно вот этот процесс, то есть какие баги, какие ошибки, какие проблемы, кто с каким запросом обращается, и все это те задачи, которые требуют более детальной проработки и доработки, создания технического задания, доработки ERP-системы, оно берется из этого саппорта и перекладывается в Asano, именно там, где нужна вот именно большая доработка, и прям задействовать разработчиков для этого. И, соответственно, здесь также используется Asano. Также вот за последние два года мы две компании наши внутригрупповые перевели с их стандартной бухгалтерской программы 1С на нашу ERP-систему, ну, то есть переход на новую ERP-систему, это такая немаленькая задача достаточно, это достаточно большой проект, это нужно целую компанию перевести в ERP, а значит учесть их бухгалтерский регламентированный учет, учесть остатки, учесть работу их отделов, какие у них есть функционалы, какие есть справочники, какая информация в этих справочниках, как ее переносить. Ну, то есть очень-очень такой комплексный процесс, и его невозможно решить там одним имейлом, соответственно, как бы Asano здесь нам помогает создавать вот этот большой проект, где мы уже ведем и фиксируем все задачи, связанные с переносом, а также здесь идет уже напрямую коллаборация отдела разработчиков, то есть всех разрабов, бизнес-процессников, ну, то есть нескольких отделов и разных участников. Ну вот, как-то так, небольшой кусочек, постарался я коротко, быстро рассказать про нашу работу, ну и, наверное, резюмирую, могу, не бывает ничего в мире идеального, все может стремиться к идеалу, но не может быть абсолютно идеальным. Соответственно, как бы есть и минусы, давайте о них я тоже там в первую очередь расскажу, что нам в нашей работе не хватает в Asano. Не хватает более сложной настройки отчетов. То есть есть, вот как сейчас Виталий показывал, есть система дэшбордов, которая показывает определенную овервью проекта и количество задач исполнителей и так далее, но нам требуется для нашей работы более сложная настройка этих отчетов, когда, ну, для примера, да, расскажу, выгружаете вы какую-то там справочник, информацию, да, по таскам и по всем полям, которые были заполнены, и вам нужно построить из этого сводный отчет, да, в Microsoft Excel есть такой функционал, сводный отчет, который позволяет в нескольких плоскостях, в нескольких, как сказать, ну, нескольких видов данных сложить в одну таблицу, да, если так проще. Вот такого не хватает нам в Asano, потому что, ну, этого нет, там немножко более линейно это настроено. Ну, это нам не мешает, потому что мы делаем выгрузку из самой Asano экспорт всех задач, и потом далее уже в Microsoft Excel уже настраиваем так, как там удобно. Не хватает возможности настраивать отдельные доступы на проекте, это когда внутри проекта есть задача, и если с этой задачей работает и разработчики, бизнес-процессники, и еще руководитель, хотелось бы видеть, чтобы разные участники имели разный уровень доступа к задаче, то есть кто-то какие-то редактирует, кто-то какие-то просматривает, какие-то поля скрытые, то есть вот такой вот настройки более уже детальны, более сложны, вот этого нам не хватает. Также нам не хватает возможность отслеживать время задачи, то есть есть время длительность, когда полностью задача была начата и закончена, но невозможно отслеживать, когда задача передвигается между секциями, она у нас может переходить с одной секции в другую, потом возвращаться обратно, и вот в каждой секции сколько времени она провела, вот такого рода сложная настройка подсчета времени, она нам нужна, и этого нам не хватает. Вот, ну, как бы это такое более якорное, наверное, главное, и, возможно, даже все минусы, больше особо других минусов я не видел, резюмирую, расскажу, какие там плюсы, да, это контроль задачи сроков, об этом Виталий говорил, да, в своей теоретической демо-части. Это коллаборация с командой внутри и с командами из других отделов, потому что это единое пространство, где может собраться там несколько команд и смотреть в одну и ту же задачу и вместе выполнять ее. Гибкие настройки кастомной поля, это в плане, что сама Asana, она такая не деревянная, то есть нет какого-то зафиксированного шаблона, где, вот, как задала компания, вот так и должно, ну, например, вот есть Task Manager Trello, там, ну, в Trello нету возможности гибкости именно добавления, да, вот таких вот кастомных полей, которые именно вам нужны и с тем типом данных, которые должны быть запрограммированы, эти поля. Вот в Asana это все есть, это очень круто. Удобный интуитивный интерфейс. Здесь отдельно хотел бы отметить, что когда я пришел в компанию и начал использовать Asana, для меня это был первый опыт, когда я столкнулся с ней, и у меня не было абсолютно никаких сложностей с ее использованием, это было все достаточно легко и понятно, то есть каких-то только суперсложных навороченных кейсов, когда нужно какие-то такие более углубленные вещи, сложные настроить, тогда действительно я на YouTube пару видео посмотрел, но и все на этом, да, остальное все очень понятно. Также Виталий, как Виталий говорил, да, Asana регулярно улучшается, выпускает обновления, буквально на прошлой неделе обновление выходило, когда секция description, описание, она тотально поменялась, и каждое обновление, программа просит сделать, как скачать и обновить программу, и сразу же подсвечивает подсказки, что именно поменялось, и вот эти маленькие такие, небольшой текст становится интересным, читаешь, изучаешь, смотришь, и какая-нибудь новая прикольная фича. Вот. Что касается дополнительно для того, чтобы у Asana приобрести с Basic тарифа, перейти на премию или бизнес, или enterprise, то есть мы в Центральной Азии находимся, в Тазистане, в Киргизстане, в Узбекистане мы не можем напрямую контактировать с Asana. Для этого мы обращаемся, значит, к одному из партнеров Asana в Центральной Азии, ну, то есть один из партнеров – это вот CloudFresh, как сказать, хосты сегодняшнего вебинара. Ну, и, собственно говоря, мы через CloudFresh, они нам помогали интегрировать именно премиум, именно для нашей организации, на наше доменное имя, а также, ну, проводили там первичный тренинг для всей нашей команды, ну, что именно, какие фичи новые в премиуме, что есть такого, что дополнительно появится, что улучшится. Также у нас есть, ну, там, что касается поддержки, да, от CloudFresh тоже очень удобно в плане, есть Telegram-бот, там можно написать любой какой-то вопрос, который интересует, и там отвечают оперативно, и все, что интересует, все, что важно, там легко и быстро подсказывает. Но нам, конечно, самим лично удобнее настраивать, ну, то есть у нас есть свой проект в Asana, так и называется, Asana Support Project, там, собственно говоря, Виталий также присутствует. Мы пишем те вопросы, которые нас интересуют туда, нам очень оперативно и быстро отвечают, и все вопросы, которые были заданы, они все были решены. В этом плане, конечно, очень круто, спасибо большое, нам все очень нравится. Так, а меня слышно? Видно? Да, Юсуф, да, спасибо большое за ваш рассказ. И видите, у нас даже Support тоже в Asana. Да, да. Ну, дальше я, наверное, уже перейду, закончу теоретическую часть и перейду уже к практической части, уже непосредственно покажу саму Asana. Ну, так, секундочку. Видео есть, звук есть, да? Да, Юсуф, да, видим, слышим. Отлично. Так, ну, смотрите, показываю сейчас на экране приложение Asana. Приложение Asana можно скачивать, устанавливать на любую операционную систему, будь то Linux, Windows или Mac, или Android, или iOS. Вообще, Asana можно использовать в браузере по той же ссылке asana.com. Это веб-приложение. Ну, лично мне удобнее использовать, когда это отдельно установлено в приложении программа на компьютере, потому что она не мешается в браузере, и здесь как бы весь овервью происходит в самой программе отдельно. Для себя, для удобства, у меня вся система настроена под темную тему, мне удобно, когда она везде там, когда белая, она просто, ну, глаза напрягает, и темная тема здесь в Asana тоже очень красиво смотрится, ну, расслабляюще, но не давит на глаза. Что касается, там, самой Asana ранее уже Виталий рассказал про структуру, что есть понятие как организация, есть команды, вот у него на русском было написано группы, ну, в английской версии это Teams, да, вот у нас, из того, что у меня доступно и видно, это Financial Department, да, в команде есть проекты, там, из CareDev Team есть свои проекты. Также есть возможность добавить, ну, поставить звездочку на проекте, и она как бы переходит в фавориты, в избранное. И вот в избранном я для себя отметил те, значит, проекты, где я чаще всего нахожусь, которыми я чаще всего пользуюсь, собственно говоря, то, что я говорил, Asana Support Project, вот он у нас выглядит вот так, то, что мы спрашиваем, то, что нас интересует, она здесь обрабатывается. Сегодня я, наверное, вам покажу наш основной проект, где ведутся разработки, и немного расскажу про него. Первую вкладку Home, домашний экран, вам Виталий показывал, но у меня она уже здесь наполнена непосредственно информацией, которую мы используем в нашей работе. Здесь мы видим, вот она тоже кастомизируемая, здесь мы видим, там есть блок с моими задачами, есть блок с задачами, которые я назначил на кого-то, я их могу контролировать, нажать Show War, и, например, скролить вниз. Есть проекты мои, там пользователи, которые чаще всего, как сказать, влияют, они называются инфлюенсеры, коллабораторы. Есть дополнительная какая-то фича Private Notepad, это доступно для премиум-юзеров, когда нужно записывать заметки, но чтобы кто-то не видел, она, собственно говоря, здесь. Секция My Tasks очень одна из важнейших секций, я ей не пользуюсь, потому что мне неудобно именно интерфейс, потому что мне нужно настраивать кастомные поля, мне удобно, чтобы были секции, которые мне нужны, я пытался настроить здесь, но мне было неудобно, потому что нужна более сложная настройка, поэтому я создал отдельный проект для себя, и здесь я уже, собственно говоря, создал те секции, которые мне нужны, разместил те задачи, которые должны быть, в какой секции, поля кастомные, которые мне нужны, и даже некоторые правила автоматизации. Что касается секции или вкладки Inbox, здесь мы видим, значит, именно все, что происходит, все обновления, то есть когда мы пишем комментарии, назначаем задачи, пишем результат, вкладываем какие-то, как сказать, крейшоты, вот это все, оно у нас отражается в Inbox по всем задачам. Так, в репортинге я ранее настраивал один отчет, он показывает такой овервью по проекту из KERDEV, я его еще до конца не успел настроить, но вот можно в подобном виде использовать все это. Так, ну дальше давайте перейдем непосредственно к нашему проекту, который называется SCARTH DEVELOPMENT. В данном проекте у нас есть вид список, нам больше всего удобнее использовать список, потому что у нас задач большое количество, как вы видите, мы их вот так вот разделили на секции, и в каждой секции есть какое-то свое определенное количество задач, оно, я считаю, достаточно большое, потому что если перейти в вид список, именно доска или канбан-доска, да, вот те же самые секции у нас отражаются на проекте, и нужно очень много скролить вниз, чтобы увидеть вот эти вот все задачи, и чтобы в них проваливаться, да, вот нам это неудобно, поэтому мы чаще всего используем вид список. Ну, давайте я расскажу, значит, про структуру нашего проекта. В проекте у нас есть секция, которая называется Waiting for the Start, это задачи, по которым бизнес-процесс-департмент уже обработал задачу, и в этом таске уже есть техническое задание, и оно готово к работе, то есть к разработке, и просто ждет своего начала такой некий бэклог. Могу на примере вот задачи показать, у нас вот есть сертификаты калибровки, я вот буквально недавно готовил техническое задание, здесь вот у нас есть сроки, в данной секции мы ставим сроки, то есть когда начать, то есть мы планируем начать задачу разработку в понедельник, используется она в двух проектах, вот в моем личном проекте и в ScareDev, то есть это достаточно легкий функционал, то есть можно плюсиком в этот проект добавить какой-то проект для кросс-функциональности, кто-то вот на вебинаре спрашивал по кросс-функциональности, можно добавить, допустим, отдел, допустим, это будет заказчик этого отдела, QACC-департмент, у них, например, есть свой проект, и они могут к себе продублировать и видеть актуальный статус этой задачи у себя. Есть, значит, у нас дополнительное поле Responsible Project Manager, то есть тот ответственный бизнес-процессный специалист по данной задаче. Есть приоритеты, есть кастомные поля, вот есть еще одно кастомное поле, здесь мы регистрируем ID технического задания, есть кастомное поле, там, поставить задачу как стратегическое или операционное, ну, то есть кастомное, я имею в виду, по умолчанию этих полей нет, мы их добавляем сами вручную, сами назначаем источник данных, какой вид данных, для примера, вот есть Business Process Duration, да, там, сколько дней мы потратили, например, на подготовку технического задания. Но здесь вот то, что это days, это тоже все изменяемо. Вид, форматирование, как это выглядит, тоже все можно менять. Ответственный у нас уже не используется поле, Task Progress, это нам нужно для вида timeline, чуть позже покажу. Вот Task Section, наверное, да. Есть очень удобная возможность прикладывать ссылки, ну, то есть я нажимаю кнопку, давайте на примере, нажимаю там URL, вкладываю какую-то ссылку и пишу там, как отобразить. Ссылку, да. Правда, ссылку не поставил, но вот если ссылка будет, собственно говоря, как у меня, да, когда я кликаю форму документа, у меня файлик Word, и здесь вот именно какую форму документа требуется сделать, да, для примера. Что касается самой структуры, вот те вот под таски, да, про которые говорил под задачи, здесь мы пишем уже подробно, сами для себя нумеруем, есть возможность внутрь провалиться и внутри также создать под задачи, да, какие-то, ну, как сказать, вот так матрешку, да, сделать задачу под задачу, да, запихивать, грубо говорить. Это до шести уровней можно так делать, и поэтому удобно из одного проекта в другой проект размещать задачу и добавлять под задачи. Вот, и также есть у нас, значит, здесь под задачи тестирование бизнес-проц, тестирование доказчика, и вот в данном случае задачу разрабатывать еще не начали, поэтому она лежит у нас в бэклог. После того, как ее берут в работу в понедельник, она переходит в следующую секцию, которая называется Dev in Progress, то есть разработка в работе, и вот на сегодняшний день у нас сейчас 15 задач одновременно ведется, доработка в системе разрабатывается, и вот она в понедельник перейдет сюда. Так, давайте какую-нибудь задачу посмотрим. Вот, добавить в вкладку «Результат тендером» у нас тоже есть техническое задание, ее также готовил я, и вот здесь вот мы видим уже, пишем статусы, что именно, что она в работе уже, и какие-то промежуточные статусы внутри, они также дописываются комментариями. Вот как-то так. И вот я перехожу по уровням задачи. После того, как задача на разработку выполнена, ее переносят в секцию «Technical tests». В данном случае мы объединили «Transfer to production» и «Technical». То есть перенос программы из тестового базы в рабочую, и техническая проверка, она объединенная, то есть после доработки задача переходит, то есть перемещается буквально одним нажатием «Перенос» в секцию «Transfer to production» и «Technical tests». Здесь проверяется какое-то время, затем после того, как завершают, поняли, что доработка готова, и уже переносят задачу в секцию «Ванчекинг», которая поступает в бизнес-процессу, то есть в наш отдел, и мы уже непосредственно производим проверку задачи и дальнейшие действия по этой задаче. После того, как задачу проверили в бизнес-процесс, направляют уже в секцию «Client check». То есть вот так, да, задачу доработали, мы приняли, начали проверять. Здесь сроки не добавляем, потому что получится так, что мы проверили задачу, поняли, что она уже выполнена окончательно, ничего дорабатывать не надо, все круто, супер, дату не меняем, поэтому она красненькая горит, потому что позднее, если это все принимается, мы ставим галочку «Completed», вот как, например, первая задача, и мы понимаем актуальный срок, что 26 октября задача была завершена. И после того, как бизнес-процесс проверяет, если требуется доработка, пишем в комментариях, что требуется доработка, что именно дорабатывать, возвращаем обратно в секцию «Deaf in Progress», и она дальше дорабатывается. Если не требуется, то пишем результаты уже заказчику, заказчиком мы называем наших внутренних клиентов, то есть отдел, который заказывает доработку, и отправляем им на проверку, и ждем от них ответ, когда они нам сообщат, в течение, как правило, по регламенту мы даем неделю, рабочую неделю, пять рабочих дней на проверку, чтобы сообщили, да, все работает, все круто, или нет, нужно доработать. То, что требуется доработать, получается с секции «Client Check» и обратно переходит в «Deaf in Progress». Если не требуется, то, соответственно, ставим «Completed» и закрываем задачу, дальше она переходит, таск переходит в секцию «Completed», вот, то есть выполнено. Есть у нас еще, здесь дополнительные секции, называется «Code Optimization», это у нас разрабы сами пишут для себя, для своего удобства, ведут здесь. Также есть, у нас проект был летом, баджет, модель бюджетирования, и так как проект и задачи были сложные, большие, выделили их в отдельную секцию, и сейчас там небольшие доработки еще ведутся. Ну вот, коротко про наш проект, именно по разработкам, как он ведется, как мы его используем. Теперь я показывал в виде список и рассказывал, что это нам удобнее, потому что мы здесь можем конечные видеть списки по всем задачам, вид намного удобнее, чем доска, канбан-доска, борт, да, количество задач большое и неудобно просматривать. Что касается вида timeline или хронология, по-моему, называется, здесь мы настроили у себя так, что с левой стороны по исполнителям разделено, и можем видеть по каждому исполнителю подобного рода дорожки, это задачи, которые они выполняют. То есть есть вот такая полоса today, то есть сегодня 17 ноября, она показывает, допустим, вот Эльмира, да, у нас одновременно делает три задачи, кстати, она выделена оранжевым цветом, оранжевый цвет автоматически назначается для секции, так, она у нас define progress, да, вот есть у нас кастомное поле, называется task section, оно автоматически меняется, когда я меняю секцию. Это правило автоматизации, которое мы у себя настроили, это тоже доступно только на премиум тарифе. То есть в basic этого нет, правило автоматизации, и вот мы этим сейчас успешно пользуемся, оно в списке задач нам задается, желтенький цвет, это у нас секция client check, то есть как бы ждет у Эльмиры две задачи, ждут пока проверит клиент, а три задачи она одновременно параллельно выполняет, и точно так же можно видеть по всем остальным, и цвета, они нам позволяют быстро посмотреть, определить, какая нагрузка на разработчика, кто что делает. И чемпион по задачам у нас здесь это Oman. есть вид календарь, здесь можно также такие же дорожки видеть на календаре, есть вкладка Workflow, Виталий ее показывал, это по сути настройка правил автоматизации, о которых я говорил до этого, они у нас здесь просто записаны, большая часть из них настроена мной, это достаточно очень легко и интуитивно и понятно делается. На вкладке Dashboard здесь можно увидеть стоковый отчет по данному проекту, он автоматически генерится Asana, показывает какие-то метрики по исполнителям, по задачам, по количеству и так далее, все это можно менять, все кастомизируется и очень гибко. Так, также есть возможность переписываться внутри Asana, некий такой свой мессенджер внутри Asana можно писать сообщение. И все файлы, которые мы прикрепляем в Asana, они хранятся либо здесь, в общем в списке, но удобнее, конечно же, просматривать внутри задачи. Кстати говоря, в Asana можно безграничное количество документов прикреплять, ограничение только по размеру документа, не более 10 мегабайт, у Asana видимо есть на сервере свое хранилище, где сколько угодно файлов прикладываем, это удобно, потому что у нас бывает ситуация, когда через полгода, через год возникает вопрос по какой-то доработке, а почему сделали так, а какое это ограничение, а кто заказчик, а какой был результат и кто проверял и так далее. Мы берем, заходим в поле поиск и здесь уже пишем то, что нас интересует, кстати, на премиум тарифе поиск более улучшенный, навороченный и удобнее. На примере я напишу Payment Application, да, у нас вот была доработка, я нажимаю Advanced Search и ищу там на кого она назначена, в каком проекте, кто коллаборатор, достаточно гибкие настройки, они есть на премиуме только. И вот когда я нажимаю поиск, система мне находит все задачи, которые были связаны с этим ключевым словом и мы здесь смотрим предысторию, что тогда было. И, собственно говоря, вот возвращаясь к файлам, то есть файлы все сохраняются на месте, это очень удобно, потому что спустя полгода-год уже не помнишь, что за задача была, можно вот так вот вернуться, посмотреть, выгрузить и разобраться очень быстро и легко. Так, ну, по проекту в принципе все, я постарался озвучить ключевые моменты по нашему проекту, как мы используем Asano. И возвращаясь, резюмируя, это все очень легко настраивает, это все гибко, интерфейс интуитивный, легкий, и очень крутая программа, нам очень нравится. Мы вот рассматриваем, что в скором времени надо переходить, возможно, уже на более высший тарифный план бизнес, где есть еще более расширенный функционал. Пока еще максимально пользуемся и осваиваем премиум. У меня все. Юсок, спасибо большое за ваш рассказ и демонстрацию, потому что интереснее всего посмотреть, как работает Asano на практическом примере и ваш проект тому доказательства. Я хочу немножко подправить вы правы насчет того, что хранилище Asano безграничное, вы можете загружать туда столько данных, сколько вам необходимо, но максимальный размер одного файла не 10 мегабайт, а 100 мегабайт. То есть там побольше файл может проникнуть. Ограничение теперь больше, да? Да, 100 мегабайт и верхняя планочка, поэтому достаточно большие файлы тоже можем туда складывать. И это тоже Asano можно использовать как и хранилище файлов в том числе. Ну и конечно удобно, когда оно лежит по конкретным задачам в какой-то базе знаний, например, в проекте. Спасибо большое, Юсуф, за ваш рассказ. Было очень интересно слушать и круто, что вы реализовали проекты и процессы абсолютно разных подразделений и работаете сообща в Asano. Меня это очень радует. Спасибо за ваш кейс, спасибо за ваш пример. Давайте теперь... Спасибо, что позвали. Отлично. Это Win-Win. Вы очень интересный кейс рассказали, мне было очень интересно слушать. Давайте буквально на этом наш вебинар подходит к концу, но у нас есть вопросы от наших участников, давайте быстро по ним пройдемся, ответим то, на что не ответили и пожелаем друг другу хорошего дня. Илья пишет добрый день, GitLab GitHub возможно построить интеграцию? Да, есть интеграции у Asano из GitLab и с GitHub, поэтому если есть потребность связать Project Management инструмент Asano с продуктом GitLab либо GitHub, с удовольствием расскажем, как это делать. Давайте встретимся в офлайне и поговорим на этот счет. Ну и плюс мы партнер GitLab, поэтому всегда можем интегрировать, если нужно. Ольга задает вопрос. Здравствуйте, у нас рутинной стала работа по формированию отчетов и ежедневные встречи с сотрудниками, но как же без этого? Ну, согласен, что эти задачи нужны и нужно их выполнять, но вот, например, рутинная работа по формированию отчета Asano очень хорошо справляется с тем, чтобы помогать вам не делать какую-то повторяющуюся работу, то есть есть задачи с возможностью устанавливать повторяющийся срок, и когда вы закрываете эту задачу, она вам появляется уже с датой выполнения на следующей неделе, если вы делаете отчет еженедельно, и вот тот шаблон отчета, который вы делаете, он может также все время вам подскакивать в том чистом виде, который нужно заполнить, например. А ежедневные встречи тоже удобно, когда вы проводите ежедневные встречи, вы в основном это обсуждаете голосом, в Asano это все можно перекладывать на конкретные действия, и уже на следующей встрече обсуждать конкретные действия, которые были поставлены на предыдущий и их статус, их результат, а что было выполнено, что не было выполнено. Потому что тоже часто бывает, когда вы на встрече вроде все так обсуждаете живо, активно и обговариваете какие-то задачи, что должно быть сделано, а следующая встреча, когда приходите, снова обсуждаете то же самое, потому что никто четко не распределил, а кто что будет делать, когда он будет делать и как он это будет делать. Например, так. И Джордж интересуется, как реализовано взаимодействие между командами. У нас много кросс-функционала, у меня такое впечатление, что надо создавать отдельные проекты с необходимыми участниками. Я прав? Ну, наверное, Юсуф, это больше вопрос вам по вашему примеру, если можете, прокомментируйте. Да, давайте как раз таки я в ходе демонстрации, презентации практической части нашей Асаны как раз об этом я упоминал, что у нас, допустим, есть несколько департаментов, предположим, это будет supply chain management, procurement, там внутри supply chain, там будет склад, отдел закупа, у них, у каждого есть свой проект, да, они создают его в Асане, и задачу простым плюсиком добавляют, например, в наш проект WSKR Dev доработки, или где мы их будем принимать в бизнес-процессе, и мы будем видеть и понимать, что они к нам обратились с какой-то задачей, или внутри своего проекта отметили нас как коллаборатора, и говорят, посмотрите, пожалуйста, есть какой-то запрос, надо его с вашей стороны проверить и улучшить. есть много всяких фишек и возможностей, как это настроить, и да, сама Асана, она по большей степени как раз-таки для коллаборации, взаимодействия между командами, как раз-таки для кросс-функционала это одно из лучших решений, я думаю. Спасибо, Юсуф, за ответ. Я поддерживаю, действительно, Асана как раз и предназначена для вот этого бесшовного взаимодействия между отделами, людьми, командами, потому что достигается максимальная прозрачность, вы все видите, кто чем занимается, вы видите, вы можете легко обратиться к тому или иному сотруднику за помощью, и он оперативно отреагирует. На этот призыв и поможет вам. Еще один вопрос от Бегарса. Есть отдельный вид лицензии Асана для некоммерческих организаций, например, образовательная школа. А, то есть это был вопрос. Да, на самом деле у Асана есть специальное предложение для некоммерческих организаций. Бегарс, давайте обсудим это после вебинара, обратитесь нам, напишите, позвоните, обсудим, мы вам подскажем, как вам лучше идти по этому процессу, чтобы Асана вам дала это специальное предложение для некоммерческих организаций. Снова вопрос от Джорджа. Сколько времени у вас заняла настройка ваших процессов? Наверное, Юсуп, вопрос к вам. Настройка, ну, я вот в ходе презентации тоже рассказывал так коротко. Вообще, Асана появилась в начале 2020 года, это два года назад. На протяжении полугода она не очень активно ее использовали, но только-только начинали использовать. В сентябре 2020 я уже непосредственно сам участвовал в настройке Асаны нашей компании, если я правильно конечный вопрос помню, настройка ваших процессов. Ну, наверное, имеется в виду в Асане, да, настройка процессов, потому что если речь про процессы внутри компании, то, ну, вот, сколько я работаю здесь, все это время мы и настраиваем процесс. А если говорить про Асану, то вот с сентября 2020 до конца 2020 года, сколько это там, квартал, три месяца, нам нужно было, чтобы немножечко освоиться в программе, чтобы понимать, как она работает, чтобы понимать, как мы хотим ее использовать, и спустя вот год работы мы даже выпустили регламент внутренний, у нас есть приказ, подписанный генеральным директором, мы зарегламентировали правила, как мы обязаны заносить задачи, таски, техзадания в Асану, как мы должны их оформлять, и какие правила работы с ней, ну, то есть, до того дошли, что даже внутри у себя зарегламентировали этот процесс, потому что, ну, регламентация, это даже все, как ни крути, это для, ну, чтобы настроить эти правила работы между отделом внутри, там, команды разрабов и нашим отделом. Как-то так. 100% порядок должен быть, потому что, если кто-то работает в Асане, кто-то не работает, мы не получаем исчерпывающую картинку, да, полную, и, соответственно, добавил бы еще от себя, у нас вот в начале было даже, вот, Виталий, реально такое, что сотрудники, некоторые были против, и их это напрягало, вот, лишний раз, например, заставляете нас работать, что-то там кликать, был какой-то негатив, я думаю, что это важный момент, что в начале было непринятие у части какой-то, то есть, были промоутеры, да, там, часть сотрудников, которые топили, говорили, вот, давайте Асану, да, там поднимать, и была часть, которые вот были негативщики, детракторы, да, которые говорят, вот, нет, ну, не надо нам это вот лишнее, давайте по старинке по e-mail переписываться, как бы, такие сложности тоже были, как бы, мы их преодолели, преодолели, и сейчас вот те детракторы, которые тогда возмущались, они говорят, а можете это в Асане зарегистрировать, вот, до того, да, дошли. Да, да, но это реалии, действительно, есть часть сотрудников, нормально, у нас все хорошо, мне не надо никаких изменений, но это, наверное, стандартное такое человеческое поведение, да, когда приходят, с какими-то инновациями, изменениями, то надо сначала, от стадии отрицания, да, потом уже принятие. Спасибо, Юсуф, за ответ, есть у нас еще один, вот, Олжас, добрый день, где можно будет посмотреть запись вебинара. Олжас, запись вебинара у нас будет на Ютубе, но, конечно же, также мы отправим по имейлу также запись вебинара, чтобы вы могли еще раз посмотреть, или если не успели на полный вебинар, посмотреть его для себя, либо распространить коллегам, которым тоже это может быть интересно. Ну, на этом вопросы у нас закончились, всем большое спасибо за внимание, что пробыли с нами, а, нет, подождите, не долистал, Кирилл пишет, я уже прощаться хотел, как реализовали разную отчетность для разных уровней специалистов, например, Product Owner, PM, команда и т.д. Юсуф, если можете ответить, пожалуйста. Да, конечно, вот, как я говорил и ранее показывал, есть, значит, стоковые отчеты внутри проекта Asana, они по умолчанию формируются, и их можно видоизменять, то есть, допустим, вы добавляете на ваш проект кастомное поле, которое будет называться уровень специалиста, ну, или там specialist, или manager, и добавите опции, да, у вас там будет опция Product Owner, Project Manager, там, developer и т.д. И когда вы добавляете эти опции, вы уже в своем отчете можете уже видеть разбивку по разным уровням вот этого кастомного поля, то есть, по разным специалистам, какой-то их результат, количество выполненных задач, сроки выполнения задач, количество подзадач, которые они сделали, или количество задач за какой-то определенный промежуток, и так далее. Но в том числе более удобно и гибкий подход это выгрузка из Асаны, это вообще очень крутая вещь, когда вы нажимаете экспорт данных, буквально там два клика делается, делаем экспорт, приходит на почту файлик CSV, его конвертируете в Excel, и вы уже с ним вот что хотите можете делать, настраивать отчетность так, как вам надо. Спасибо, Иисус, за ответ. Да, на самом деле можно строить аналитику и на уровне по одного проекта, и на уровне многих проектов, если требуется, и Асана тогда будет брать данные из всех этих проектов и выстраивать уже графики, отчеты, которые вам необходимы. Хорошо, коллеги, тогда большое спасибо вам за внимание, за то время, которое вы нам делили. Юсуф, вам огромное спасибо за ваше участие, было очень интересно послушать ваш кейс, пример реализации Асана в консорциуме из КЕР, и, конечно же, продолжаем наше плодотворное сотрудничество вместе. Поэтому всем хорошего дня, всем большое спасибо за внимание. КОНЕЦ